здравствуйте дорогие мои друзья иногда очень важно проверять почтовый ящик и тут я получаю письмецо с новостью за что большое спасибо автору в данном ролике я хочу передать привет всем любителям репаков итак переходим по ссылочке нажимаем сюда и нас перекидывает на сайт hacker.ru довольно серьезный ресурс где вы много чего можете узнать про кибер угрозы и так два дня назад вышла новость которая гласит что пиратские версии microsoft office и adobe photoshop похищают данные криптовалюты это ребята те самые репаки при проверке которых постоянно появляются ложные срабатывания но вы меня поняли ложные срабатывания не так давно я выпустил ролик актуальность сборок windows где стебался над сборщиками читал описание дабы вы поняли с кем вы имеете дело посмотрите данный ролик итак вы скачали репак от какого-нибудь васи пупкина я не отрицаю что есть создатели репаков которых все знают эти товарищи живут в принципе на пожертвования да они нарушают закон но они дорожат репутация есть такие всякие кролики манкрусы и многие другие но существует огромное количество товарищей которые не раз уже полились много где банились у меня есть интересный ролик беседа где я общаюсь с товарищем под ником матрос мо трос с двумя с через о есть матрос сборщик есть владелец старейшего пиратского трекера торнадо мо трос уже в возрасте человек где я ему называл фамилии и спрашивал те или иные товарищи с вами связаны или нет так вот он упоминает что эти товарищи банились на трекерах при попытке распространять вирусный софт можете данное интервью посмотреть так вот к чему я клоню я очень часто наблюдаю как вот эти нехорошие товарищи резко вдруг начинают заниматься репаками а потом вдруг начинают торговать всякими игровыми аккаунтами у этих товарищей крайне много ботов века или других каких-нибудь социальных сетях и большой вопрос каким образом они угоняют эти странички тут конечно ситуация немножко другая тут у нас ребята по-крупному работают они угоняют криптовалюту это огромные деньги вшитое вредоносное по крала куки браузера а в случае с браузером firefox вообще всю историю профиля браузера украла выкачала при этом запустив backdoor и вырубив браудмауэр устанавливается экземпляр ncap.exe для отправки необработанных данных по сети используется batch файл и прокси tor хоть многие начали грешить на firefox что как так однако существует вероятность что это все можно проделать и с остальными браузерами поэтому одно дело использовать какой-нибудь root tracker да он запрещен но там огромное сообщество огромное количество модераторов администраторов которые все это дело проверяют есть раздачи которые раздаются уже длительный период времени но существуют более опасные трекеры типа ru toro где раздачи никто не проверяет и напороться на майнеры бэкдоры всякую рекламную отварь как два пальца также для примера использую часто этот сайт вы не подумайте что я его рекламирую просто с вот этим вот шаблоном сайтов наверное 15 это типичный говно сайт я его так ласково и называю так вот никто тут ничего не модерирует выкладывают и бывало даже приходилось переснимать потому что сборщики после того как видели что я качал материал с данного сайта ругались и говорили ты где качал качай с другого источника и тогда мы с тобой поговорим я часто беру здесь всякие репаки для того чтобы снимать ролики и многие из этих репаков сифонят как ядерный реактор и естественно автор такого репака сразу же начнет орать вы что это же ложное срабатывание а пользователи такие ну ладно окей а потом когда угонят аккаунт картошки или кошелек будет поздно да я сам использую репаки это всего две программы это lightroom и photoshop денег купить эти программы у меня нет существуют конечно аналоги но к моему сожалению данные аналоги но не очень как-то просто хорошему привыкаешь быстро и как только я решил в отпуске поставить себе linux блин думал я же в семнадцатом году пользовался этим софтом сейчас буду видео пили час будет все нормально но как только я себе поставил linux я понял что этим пользоваться не могу потому что я уже привык хорошему софту видео нарезаю видеопаде фото делаю обложки фотошопе рафки в lightroom чеки понимаете хорошему быстро привыкаешь так вот я эти репаки выкачал наверное года полтора-два назад они от очень популярных сборщиков репаков очень они очень проверенные но я все равно хочу вам сказать ребята пожалуйста попробуйте свободные аналоги если вы только начинаете возможно вы сможете привыкнуть к открытым программам если вы не юзали фотошоп вы можете освоить гимп если вы еще не юзали lightroom попробуйте раф терапию но а видеопад он и так бесплатен принципе для не коммерческого использования я добавить хочу с подобных сайтов нельзя качать эти все всякие репаки всякие рутеры про top.net и подобные сайты с одинаковыми шаблонами 10 раз подумайте лучше уже через vpn зайдите на root tracker почитайте отзывы а вот это вот новость показательная она мне очень понравилась и под конец я вам хочу сказать не кормите всяких бездельников они на работу не ходят шлендраются по сети выдумывают себе всякие профессии дизайнеров хотя сами ничего не сделали сборщиков хотя руки растут с пятой точки однако на всякий вредонос руки у них хорошо понимаете заточены они ищут узнают разбираются с этим как это делать потому что влажные мечты о богатой беззаботной жизни у них во сне и наяву они работать не хотят а я и вы мы ходим на работу мы получаем денежки которые можно потратить на что-то полезное также опасаетесь сайты посредники чаще всего вы на них можете попасть через поисковую систему яндекс так как они платят за рекламу они появляются выше в поиске чем официальные сайты не качайте программы со всяких там файлопомоек типа турбобита депозит файлс так как мало того что сборщик заразит ваш компьютер так еще и на этом заработает с каждого скачивания он получает деньги а хозяева турбобита и депозит файлс в основном это украинцы которые живут за границей и насколько я узнавал проверка информации и качество файла не занимаются это как хозяин рулетки создал рулетку что администрированием занимается сама рулетка что публика занимается сама собой малолетки танцуют извращенцы смотрят и нажимают на кнопку бан и банят адекватов а разбан там платный то есть это программы зомби которые просто постепенно накапливают какие-то деньги для создателя а создатель ничего для этого не делает уже очень много много лет как то так ребят стоит задуматься напишите что вы по этому поводу думаете я бы мог на две минуты пересказать новость данную но так как у меня по этому поводу есть собственное мнение собственное наблюдение да я не стал собирать тут фотоматериал как какие-то компроматы озвучивать некие этих товарищей которых я очень много лет наблюдаю дело в том что то что я о них думаю они и так знают задача данного ролика заставить вас задуматься на этом я заканчиваю всем пока спасибо за внимание